Утренний час пика – серьёзная авария на пересечении проспекта Музруква и проспекта Мира. Спустя неделю после нашумевшего ДТП стали известны официальные подробности происшествия. При перестроении водитель иномарки не уступил дорогу другому автомобилю иностранного производства. После столкновения СИАД выехал на полосу встречного движения, где наехал на препятствие. А далее столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной Деоматис, которую управляла водителем 1985 года рождения. В результате ДТП водитель Деоматис получил телесные повреждения в виде ушиба передней поверхности грудной клетки. Такие травмы при сильном столкновении чаще всего получают водители и пассажиры, пристёгнутые ремнём безопасности. К счастью, здоровью женщины ничего не угрожало и гиспитализации не потребовалось. Водителю автомобиля марки СИАД повезло меньше. Получил телесные повреждения в виде СГМ и также ушиба передней поверхности грудной клетки. И после осмотра врачом госпитализирован в хирургическое отделение КБ-50. А сотрудники уголовного розыска ищут саровчанку, которая занималась туристическим бизнесом и решила навариться на желающих провести отпуск в тёплых краях. Женщина была посредником между несколькими туроператорами и потенциальными клиентами. Как выяснилось, она брала предоплату за путёвку, но своих договорных обязательств перед людьми не исполняла. В настоящее время с сотрудниками уголовного розыска проводятся мероприятия по установлению местонахождения города Матвея. И становятся причины невыполнения договорных обязательств. В полицию поступило уже семь заявлений от саровчан, пострадавших от рук турагента. Все, кто также имел опыт общения с нечистым на руку представителям туристического бизнеса и лишился своих денег, просят обращаться в дежурную часть УВД. Для того, чтобы проинформировать саровчан о способах незаконных финансовых операций, полицейские проведут очередную профилактическую акцию. В рамках данных мероприятий сотрудники Министерства управления внутренних дел Позадового Саров будут обходить жилой сектор и проводить разъяснительные беседы с жителями города Саров, как им не стать жертвой мошенничества. По линии ГИБДД на этой неделе пройдут акции «Береги пешехода» и «Нетрезвый водитель». Дарья Цепорыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24.